Чулпан всегда была примером того, как можно. Она пережила трагическое эти три года, ощущение абсолютной какой-то разрушенной жизни. Кто лишился больше всего? И, наверное, вот я подумал о Чулпан и, конечно, о Максиме Галкине. Та грязь, которая льется на него и на Аллу Пугачеву, является нонсенсом, нонсенсом и стыдом. Россия и русские люди, они будут любить всегда Аллу Пугачеву. Я категорически рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Меня по-прежнему зовут Ринат Довлет-Гледеев. Это программа «Вдох-выдох». Как всегда, беседуем с интересными людьми перед тем, как перейдем к этому замечательному действию. Попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайф, если вы по каким-то странным причинам до сих пор на нас не подписаны. Между тем, 2 миллиона 200 тысяч человек это уже сделали. Как обычно я говорю, целая армия добра, справедливости и свободы. Вот о свободе-то говорить будем, наверное, больше всего в течение ближайших 50 минут. Поехали. Я очень рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя Сергея Николаевич. Журналист, писатель, публицист. Я не знаю, как правильно вас представлять, а перед зрителями сразу извинюсь, потому что это единственный раз, когда вы услышите от меня сегодня. Вы, мы с Сергеем давно на «ты». И я надеюсь, что это не вызовет возмущения у нашей замечательной и преданной аудитории. Привет. Привет. Привет, Ринат. Очень рад тебя приветствовать. И, конечно, перейдем на «ты». Да, конечно. Мы с тобой беседовали в нашем эфире где-то полгода назад. И вот мне показалось, что самое время вновь сверить часы. Тем более, что есть повод. И мы поговорим и об этом поводе. Я думаю, с него начнем. А дальше уж как пойдет. Повод – это выход твоей новой книги, которая называется «Статус свободен». Слово «свобода» любимое нами, любимое многими нашими зрителями. И оно такое спорное, если мы говорим про сегодняшний политический и общественный контекст. Давай начнем, наверное, с этой книги. Она посвящена портрету новой эмиграции. Той эмиграции, которая случилась после 24 февраля 2022 года. Кто герой этой книги и почему ты выбрал именно их? Да, ты знаешь, эта книга, ну, таблошку я уже покажу сразу. Перевернутая Чубан Хаматова и Кирилл Перебриков. Два героя этой книги. Их гораздо больше, там, 12 человек. И со всеми ними как-то так получилось, что мои пути пересекались и довоенные нашей жизни, и теперь, поскольку я обретаюсь в Риге, и они здесь тоже часто бывают, Тухан живет, но не только. Речь идет, конечно, о людях, которые сделали свой выбор и вполне внятно его артегулировали. И в течение вот этих двух лет, полутора лет, пока написалась эта книга, я с ними встречался. Как правило, это было или Юрмальское побережье, или это была Лига. И мне на самом деле в какой-то момент показалось, что важно как-то собрать их под одной обложкой, важно почувствовать и зафиксировать вот этот момент, который, в общем, их всех объединяет. Это очень разные люди, это разные судьбы, это разные возраста, но тем не менее, они все оказались вот перед выбором, они все в какой-то момент заглянули в эту бездну, они все оказались в очень сложной жизненной, житейской ситуации. И как они с ней справляются, и как они ее преодолевают, и почему они это делают, будучи суперуспешными людьми у себя на роде. Вот это был, наверное, такой первый порыв. Я думал о том, что, ну, все проходит, и этот момент тоже пройдет, и через какое-то время они будут совсем уже другими, и мы будем другими. Но зафиксировать его для истории, для людей, ну, скажем так, неравнодушных к отечественной культуре, понять их, это важно. Просто вот так, как документ времени. Поэтому эти встречи, ну, некоторые из них были по заказам, разных изданий, разных СМИ. Я захотел, в общем, их собрать вместе, и, по счастью, в этом меня поддержало издательство «Видим». Это новое издательство, которое, ну, вот, решил, что это может быть тоже интересно достаточно широкому кругу читателей. Книга вышла только в мае, и буквально в 5 числа у меня первая презентация ее будет в Рике. Я ссылочку на эту книгу и на сайт издательства обязательно оставлю в описании к этому видео. Вы найдете внизу. Для специально тех, кого это непременно должно заинтересовать, говорю я эту информацию. Вот и на какой к тебе вопрос. Я, ну, немножко изучил по диагонали, правда, но, тем не менее, это твоя новая работа. И у меня главный вопрос, который я сам себе задаю, и задаю, наверное, этим людям, и про этих людей, задам его тебе. А как тебе кажется, вообще, вот, твои герои, они счастливы? Ну, ты сам знаешь, что счастье — это какая-то категория, она не предполагает постоянства. Это все-таки некие такие мимолетные видения, ощущения, дарованные нам в какие-то мгновения. Я думаю, что эти люди, как бы ни складывались их обстоятельства, они чувствуют свою правоту. Они дают то решение, которое они приняли, и то, что они делают, дают им ощущение вот какой-то правды и правоты. Иногда это важнее, чем вот это мимолетное летущее и неуловимое счастье. Может быть, это и счастье, но, наверное, об этом надо их прямую спрашивать. Это очень сложная жизнь, это жизнь, которая начинается заново. Многим из них уже немало лет. Все-таки после 40-45 это довольно сложно. Многое держат их на родине. И тем не менее они это сделали. И про счастье, ну, каждый понимает это по-своему. Я думаю, что они чувствуют свою правоту. Знаешь, у меня было однажды интервью с одной знаменитой американской певицей Джосси де Тананто. Она действительно такая, одна из великих сопранных сегодняшней сцены. И она всё время изображала разных королев. В частности, мы обсуждали с ней, она пела в опере «Деницетти» Марию Стюар. Я говорю, Джосси, скажите, а вот что вам даёт ощущение королевства? Вот вы же должны выходить, вы должны отличаться от, так сказать, других персонажей. И она сказала, ощущение своей правоты. Вот я права. Вот это очень важное ощущение и на сцене, и в жизни. Дальше уже обстоятельства покажут, насколько ты был прав. Но порой это важнее, чем быть весливым, мне кажется. Буквально на днях вышел новый альбом «Певица Монеточки». Я думаю, тебе довольно неплохо знакомый. И она тоже представляет собой, наверное, одну из потенциальных героинь твоей книги или твоих размышлений на тему места сегодняшней культуры. И первая песня называется «Это было в России». И там рефренум, припево, строчка «Это было в России, значит было давно». И ты знаешь, я когда слушал эту песню, она очень и современная, и своевременная, и совершенно не вчерашняя, меня абсолютно разрывало от ощущения того, что всё, что было в России, это было действительно давно. Дальше напоют, что это было во сне. И я понимаю, что это было во сне. Как ты думаешь, вот Россия для героев твоей книги, для твоей книги, это что-то, что было очень давно, и что уже превращается в какой-то сон, и что России в их жизни уже, в общем-то, больше нет? Или всё-таки место для России и в жизни, и в творчестве этих людей, мы говорим всё-таки про носителей русской культуры, остаётся? Нет, конечно, от себя не уедешь и не уйдёшь. И какие бы паспорта, и какие бы визы у тебя не стояли в этом паспорте, ты всё равно ментально, эмоционально, всячески принадлежишь той культуре. Но ты знаешь, что эта жизнь, она, ну, как бы им предоставила этот шанс, этот challenge прожить другую жизнь. Это не всегда даётся. И многим нашим предшественникам, которые всю свою жизнь прожили в Советском Союзе, или там кусочек застали в перестройке и с какими-то надеждами поступали в 90-е. Вот этой возможности у них не было. У меня был разговор с одним из героев моей книги Дмитрием Крымовым, замечательным режиссёром, зная, что его отцом был великий русский режиссёр Анатолий Эфрос. И вот мы с ним говорили о том, что и пример его отца, и пример его мамы, замечательного театрального критика Натальи Крымовой, как бы убеждает, что и в ситуации его запретов, цензуры, в общем, тоталитарного, закрытого государства. Жить можно, и жить можно с достоинством, потому что я не представляю себе, чтобы Эфрос ставил какими-то спектаклями с съездом, партийным съездом или каким-то датом. Он был свободный художник вот в тех обстоятельствах, в тех временных рамках, в которых он оказался. И, значит, это возможно. На что мне Дима сказал, что другой жизни Анатолий Васильевич, в общем, и не знал. Он родился в 1925 году, умер в 1987, и вся его жизнь пришлась на советский вот этот период. Ну и, собственно говоря, дальше можно делать выводы соответствующие. Нам повезло, и моим героям повезло гораздо больше. Они всё-таки пожили, их юность детства пришлась на этот советский период, а дальше они 30 лет, почти 30 лет — это огромная почти человеческая жизнь. Они жили совсем в иных условиях. И жизни они узнали из западной театра, из западного искусства. Они были подключены к каким-то важным, так сказать, институтам европейской культуры и так далее. Они не представляли себе своей жизни не этого. И вот сейчас перед ними стоит выбор — или остаться вот за фактически железным занавесом, который опускается ниже и ниже, или попытаться начать новую жизнь. Поэтому меня вызывает бесконечное восхищение и уважение вот этот их выбор. И в этом есть некая, знаешь, такая логика судьбы. Вот от судьбы не уйдёшь. Они были русскими европейцами. Повторяю, русскими, но тем не менее Европа, европейская культура, европейские ценности для них не менее были важны, чем их русский бэкграунд. Наверное, поэтому многое и произошло, о чём я пишу в своих книгах. В последние недели много, в том числе в наших эфирах, мы обсуждали одного из героев. Героям сразу перейдём давай. Твоего будущего бестселлера, я надеюсь, Кирилла Серебренникова. Это было связано с тем, что его фильм «Лимонов. Баллада о бедичке» вошёл в конкурс КАМ. И вот сейчас я не хочу углубляться, мы обязательно это сделаем. Обсудим личность Лимонова и уместность рассуждений на тему этого героя сегодня в воюющей стране, человеком, который является представителем этой самой воюющей страны, но тем не менее. Вот Кирилл Серебренников. Это самый яркий пример человека, которого получилось, потому что, несмотря на все пресловутые отмены русской культуры, всё равно уже после начала войны, это уже не первая, а вторая работа Кирилла в конкурсе КАМ. Параллельно с премьерой в КАМах у него идут спектакли и оперы в ведущих европейских театрах. И он не привязан как будто бы к такой русской теме. Ну, если мы не говорим, например, про фильм о Лимонове, тем не менее он всё равно не рефлексирует исключительно русскость свою. И на европейских сценах он не ставит про Россию и о России, и не на русском. И фильм «Лимонов», тоже фильм, снятый не на русском языке, это очень круто, это дико важно. Он наиболее яркий пример, на твой взгляд, человека, которому удалось вырваться, и не перечеркивая русскость, всё равно не быть исключительно русским режиссёром для русской публики, уехавшей из России. Мне кажется, всё-таки главный козырь всегда — это талант. И более того, мы знаем примеры из истории, когда, ну, при том, что художники как-то были очень связаны с русской культурой, с русской историей, они всё равно как-то утверждались как какие-то независимые артисты, творческие единицы. И не всегда можно, например, ну, может быть, речь больше идёт, скажем, о тех видах искусства, которые не так связаны со словом, с языком. Но если мы вспомним балет, если мы вспомним Рудольфа Нулиева или Михаила Барышникова, можно ли так уж прямо всё время педалировать в эту русскую тему? Наверное, нет. То же самое касается Кирилла. Он довольно много всего поставил на то, чтобы вписаться вот в этот общеевропейский, общемировой ряд режиссёров, художников. И этот фильм, кстати, о котором ты и сказал, вот, она называлась первоначально «Баллада об Эте», сейчас называется «Лимонов баллада», более сухая, я бы сказал. Но, тем не менее, это же фильм, который начинал другой европейский режиссёр Павел Павликовский. В общем, первоначально права романа «Каррера», а это французский, соответственно, автор, французский роман, были приобретены продюсером для Павликовского. Дальше там что-то не сложилось, никаких Павликовский на этот фильм заявлений не делал. И фактически Кирилл подхватил этот проект, который, при том, что он был снят на, соответственно, западные деньги, и предназначался, прежде всего, для западного проката и с Беном Уишлова, главной, значит, английской звездой, тем не менее, всё-таки главный герой русский. Но вот именно, мне кажется, сочетание Серебренникова, которое всегда тянуло как бы к европейской, к западной культуре, да, и вот этого российского бэкграунда, его Ростова-на-Дону, его знание вот этого русских реалий и помогло сделать этот фильм. Я сразу каюсь и предупрежу, что фильма я не видел, хотя я там снялся в какой-то крошечной микроскопической роли, но тем не менее, каким он в результате получился, я не знаю. Знаю, что он очень сосредоточен на теме, ну, фактически, романа «Я Эдич», это как раз звук включения и переживания Эдуарда Лимонова вот в этот первый его период, когда он переехал в Америку и когда его бросила главная любовь его жизни Елена Щапова. Давайте сказать, об этом мы в свое время с Лимоновым говорили. Поэтому это скорее такой Лимонов, так сказать, начальный, это первая его глава, потом будет вторая, третья, четвертая, но, насколько я понимаю, в фильме они существуют исключительно в таком рапиде, в таких мелких каких-то нарезках и каких-то титрах. Это не полный такой боёбик, не полное повествование. Вот, поэтому да, я думаю, что Кирилл, так же, как и Митя Чернякова, замечательный оперный режиссёр, это режиссёры, которые вошли в эту погорту международных европейских режиссёров и доказали таким образом, что и русские таланты могут быть очень даже востребованы и не обязательно стоящая за собой в кадр или на сцену исключительно какие-то русские темы, сюжетов и авторов. Если мы продолжим разговор на Тиму Кан, то нельзя не вспомнить, наверное, и победителя этого года фильм «Анора», пусть фильм американский, Шенобейкер, но, тем не менее, это фильм насквозь пропитанный русскостью, говорят на русском или на английском с жутким русским акцентом, там снимаются важные русские актёры типа Юры Борисова и новые русские актёры типа Марка Эдельштейна, про которые очень много говорят в последнее время, называя его русским Тимоти Шаламе, история про сына русского олигарха, Нью-Йорк, его сексуальные похождения и прочее-прочее. Привет, Миква! Блин! Меня зовут Афи. Чего? Это как я говорю по-русски. Тебе всё ещё хочет, чтобы я говорю по-русски. Да, бля! У меня есть пару идей хороших, но но окей. Мой папа, батя мой. Да? Короче, ладно, мой батя Николай Захаров. И вот что удивительно, да, в 2024 году, ну, многие кинокритики, типа там, Зинаида Пронченко, например, оскорблены этим решением Каннского фестиваля, потому что, как будто бы нет войны, нету Путина, и снова Россия такая милая страна, которая истрогает из себя вот таких вот отпрысков богатых семей, и снова мы можем снимать такие любопытные полукомедии с таким инди-духом про вот этих вот мальчиков в Нью-Йорке, которые смешно значит, коверкают английский язык. Россию простили? Россию простили, как тебе кажется? Да, то есть, это победа, это некое прощение русской культуры, и теперь снова можно про Россию с улыбкой, не обязательно рефлексировать только войну и трагедию и драму? Знаешь что, я думаю, что такие опытные люди, как Зинаида Проченко, безусловно, должны знать, что фильмы, ну, тем более, претендующие на то, чтобы попасть в списки, конкурсные списки Каннского фестиваля, не делаются за год. Это всегда сильный такой процесс до того. Я знаю, что этот фильм начинался еще в 21-м году и долго, так сказать, шел этот кастинг, и, в общем, они не рассчитывали на то, что, ну, как бы, произойдет то, что произойдет. Другое дело, что одна из претензий, безусловно, к авторам этого фильма, то вот это эхо войны, этот дым войны, присутствие войны, хоть как-то должно было бы в этом фильме угадывать. Его нет на. поэтому это, ну, действительно, вызывает вопросы. Ну, вызывает вопросы, как я понимаю, очень ограниченной части таких просвещенных зрителей, знающих, что, в общем, в реальности происходит на, вот в этой войне русско-украинской и так далее. Я полагаю, что жюри Каннского фестиваля не сильно была этой темой озабочена. А озабочена она была прежде всего тем, чтобы зрители вернулись в зал. И Гервик, как вот президент фестиваля, сделав вот этот фильм значит про Барби, она, действительно, она такой флагман вот этого зрительского кино. И вот во всей этой россыпи прекрасных, замечательных, средних, каких угодно, но фильмы, представленные на Хакканском фестивале, как мне объясняли профессионалы, по-настоящему зрительским кино, вот зрелищным кино, был вот этот фильм. И они сделали на него ставку. Простили они Россию или не простили, я думаю, что они этим вопросом не задавались, но во всем этом была некоторая фронта, и мне кажется, некий такой вызов, и некая такая, знаете, такая поза этого Каннского жюри показать, что вот все эти давления, все эти ограничения, все эти умные речи по ограничению русских и так далее, они на них не действуют. У них своя юрисдикция, у них свои представления о том, что должно быть, чтобы зрители возбудились и побежали и заплатили свои, значит, доллары или евро и посмотрели забавный, веселый, кайфовый такой вот фильм-трайв. Потому что все, кто, ну, как бы не о нем рассказывали, кто-то через Google, кто-то с, не скрываем, восхищением, говорили о том, что это зрелище. Вот Каннский фестиваль проголосовал за фильм «Зрелище», не сильно, так сказать, обременяя себя какими-то морально-этическими, так сказать, аспектами. А в фильме «Лимонов», как тебе кажется, должно было присутствовать эхо войны? Потому что претензия к этому фильму тоже была очень понятная. «Лимонов» в конце жизни стал одним из амбассадоров русского мира, да и был, так или иначе, подобным амбассадором последние десятилетия своей политической, яркой, разной карьерой и всячески поддерживал российское вторжение в Украину в 2014 году и незадолго до смерти уже дошел до того, что был колумнистом «Рошу Тодей». Я очень большой поклонник Эдуарда Лимонова, считаю его одним из ярчайших и величайших русских авторов и одним из наиболее любопытных политиков в новейшей истории, который воспитал плеяду смелых полуполитиков, полуакционистов в лице членов НБП. И я был всегда поражен и пленен этими образами, которые, на мой взгляд, куда более художественные, чем политические. Но, тем не менее, эхо войны в фильме «Лимонов» должно быть. Вот этот «Лимонов», который у нас стал в конце жизни, учитывая, что фильм выходит в 2024 году на фоне бомб, которые летят в Харьков, родной для «Лимонова» город, оно должно было прозвучать, как тебе кажется? Понимаешь, мне трудно говорить об этом фильме не в идее. Я могу только доверяться своим коллегам, тому, что я прочитал про этот фильм. Безусловно, основой его, этого фильма, и когда я общался как раз с Кириллом Серебренниковым, а они как раз заканчивали тогда съёмочный период, речь шла о том, чтобы абсолютно соответствовать, и это было условием этого контракта, книге Харьера «Лимонов», которая вышла в 2013 году. То есть и до смерти Эдуарда Бениаминовича, и, соответственно, до всех этих событий. Повторяю, в титрах, насколько я знаю, там присутствует эта информация, о которой ты говорил. Другое дело, что, например, я общался с Лимоновым, он не был в большом восторге от этой книги, старался как-то говорить довольно сдержанно, и более того, мне сказал, ну а зачем мне её читать, это я свою биографию и так знаю. Поэтому вот этот расчёт на то, что эта книга в общем для иностранцев, и фильм сам не рассчитан на русский кинорым, я полагаю, вот это всё обстоятельство, которое, безусловно, присутствовали, мне кажется, и у продюсеров, и у самого Реплиника. Надо ли было вводить какие-то, ну вот эти вот последние какие-то эпизоды, связанные и с его вот этим 31, проект 31, то, что у него называлось, когда он выводил на своих сторонников на Триумфальную площадь, вот на бывшую площадь Маяковского, они там стояли и так далее. Я не знаю, есть ли это в фильме, но по крайней мере такой, знаешь, как бы упор всё-таки сделан на его вот этот американский период и вот на его вот эту несчастную историю любви. Ну, как бы искусство свои законы. И почему нужно искусство навязывать в эту газетную повестку, я, честно говоря, всегда был против этого и считаю, что это не нужно делать. Это как бы сразу вводит искусство в какую-то другую эру, и я полагаю, что Серебренникова, безусловно, об этом думает. Не так давно ты написал пост про Лимонова, про твоего Лимонова, про твою историю с Лимоновым. Его многие цитировали, мы его буквально на днях вспоминали в последнем эфире программы «Навигатор» с Дмитрием Быковым. И Дмитрий Львович цитировал, да, некоторые фрагменты этого твоего текста про Лимонова, очень яркого, очень мощного. Я тоже оставлю ссылку на этот текст в описании к этому эфиру. А вообще, какой Лимонов был для тебя, да? Твой Лимонов, он какой? Потому что он же у каждого разный, Лимонов. Да. Ты знаешь, мне спасибо, что ты вспомнил этот текст, и меня за него очень критиковали. И опять же, с позиции сегодняшних, да, с позиции всего, что происходит сейчас в том же Харькове. Но дело в том, что Лимонова, каким я его знал в течение почти 20 лет, это был совсем другой человек. Я не узнаю его, когда читаю какие-то воспоминания его ратников или какие-то высказывания, тем более, его критиков. А для меня он был человек, больше всего боявшийся, что его будут жалеть. Что вот это старость, а потом уже и болезнь. Вот он всё хотел как-то вынести за скоб. Не то, что он всё время хотел быть молодым, и, так сказать, молодился. но главным, и я думаю, что это очень важно понимать всем, кто, ну, так или иначе, как-то соотносится с его жизнью, ему было важно придумать биографию, придумать свою судьбу. Ему не хотелось быть ещё одним членом Союза писателей, который сидит там и ждёт своего собрания сочинений или там ест свой постный суп где-то в Переделкино. Он ощущал себя героем. Вот с этим он родился, быть вот таким проклятым поэтом. Это требовало не колоссальных жертв и колоссальных усилий на самом деле от него. Вот этот храбрый партняшка, который известен был в Москве в начале 70-х годов, исключительно как человек, который умел пить брюки. А в комментариях к моему посту там написали, что брюки были с очень древной материи, они быстро рвались, но лекала и точность действительно в нём была. А он хотел быть поэтом. А потом он стал, соответственно, вот этим мужем признанной красавицей. И это тоже его как-то и унижало одновременно. Он хотел быть провинственной. И этот Нью-Йорк, и всё, что последовало после. Он придумывал себе биографию до последнего. Что касается меня, так получилось, что я знал некоторых людей, которые как-то были в его прошлой жизни, он в порядке к ним возвращался. И вокруг, главное, него, вот если речь идёт о его сподвижниках, его охранниках, он, естественно, не мог с ними говорить, потому что для них это пустой звук. Были эти имена Лилия Бри, Татьяна Яковлева, Алекс Либерман. Это весь вот этот американский период. Этих людей он знал. Ну, Лилия, он, естественно, знал раньше, ещё по Москве. И так получилось, что я был единственный человек, который тоже знал это. Ему очень было приятно их вспоминать. И он в этот момент становился очень незлобивым, очень агрессивным, очень каким-то лёгко-ироничным и бесконечно, знаете, таким даже любящим человеком. Он как-то даже мне признался, мне так приятно с вами говорить. И я понимаю, почему, потому что как бы он не молодился и как бы он не хотел быть этим самым революционером и проклятым, поэтому он уже был очень пожилой человек. И многое осталось позади. Вот позади остались эти люди, с которыми его связывала жизнь. А я был, ну, как бы, некоторый, знаешь, такой вот связной между тем и той его прошлой жизни, о которой мало кто знал. и нынешними его обстоятельствами довольно невесёлыми эти съёмные квартиры, эти охранники, которые стояли там внизу. Это безденежье, собственно говоря, писал он в СНОП и там, я не знаю, какие-то другие издания, которые я возглавлял. Он не от хорошей жизни, ему нужны были деньги. Я исправно ему их приносил и перепечатывал сам его эти писания, которые всегда он мне отдавал, а они были написаны от руки. Короче, какой-то контакт такой между нами был, поэтому вот я о нём вспоминаю даже с какой-то нежностью. Я понимаю, что сейчас у меня, наверное, посыпется много таких камений за это, но вот он был другой. И знаешь, вот ещё очень важно, когда этот фильм Кирилла снимался, мы случайно оказались в гримёрке с Беном Вышловым, исполнителем главной роли, его там тоже мазали, гримировали. Я сидел рядом и я не мог ему не сказать, знаете, я знал Эдуард, я могу вам немного рассказать, если вам это интересно. И он стал меня слушать, ну, такой немножко ауту для англичанин, который, соответственно, сидит и как бы никак своих эмоций не обнаружил. Я ему рассказал о том, какой это был человек, как мы с ним встречались, он мне рассказывал. И ну и всё. Ну, спасибо и спасибо, играйте дальше. А буквально вот в дни фестиваля я вдруг читаю в журнале Venti Fair его большое интервью. И там он ссылается на So Named Сергей, он ссылается на меня, на наш разговор, и буквально подробно его воспроизводит. Так что я подумал даже, что вот моё участие в этом фильме тоже было не случайно. Может быть, Эдуард хотел, чтобы я всё-таки Пену немножко рассказал о том Римонове, которого он не знал и мало кто знает. Ты вспомнил про журнал СНОП, где мы с тобой имели счастье вместе работать. И ты знаешь, я хочу вот так плавно перейти через небольшой фрагмент видео, который мы снимали в своё время для проекта СНОП, к другой героине твоей книги к Чулпану Хаматовой. Сейчас мы покажем кусочек этого интервью и поговорим. Понят такого, что я же столько делаю всё, я же на самом деле очень хороший человек. Ой, это было, это всё. Какого чёрта они выискивают во мне только гадость. Это всё. Как у Глинки, как у Лизы, потому что её все за что-то недолюбливали. Государственники за то, что они достаточно любят государство, либералы за то, что они достаточно либеральные и прочее, прочее. И вот у Чулпана похожие же тоже есть. Да это всё прошло. Это всё было, конечно, особенно в первые годы, когда мы начали заниматься фондом. Не спали, не ели, детей собственных не видели. С Диной Корзен просто оплачивали только телефонные счета, потому что звонили там. Я ещё в этот момент жила между Берлином и Москвой, и у меня там за неделю было тысячу долларов. И просто ты не понимаешь, ты понимаешь, что ты поставил себе цель, сделал концерт, и его надо сделать. И как бы это всё было сделано, и вдруг понеслось, что оказывается это было там ради пиара. Я очень хорошо помню вот ту программу про Чулпан, которую мы с тобой снимали. И вот мне очень любопытно от тебя услышать какие-то слова про неё. Она сильно изменилась. Вот та Чулпан, с которой мы разговаривали сколько там, три года назад, та Чулпан сегодняшняя, это совершенно разные люди. Потому что ты с ней живёшь в одной стране, в одном городе, ты её знаешь лучше. Как она пережила эти три года и справилась ли? Ну, я думаю, она пережила трагически эти три года. Для неё это было огромное испытание. Собственно, я не хочу здесь повторять эти слова. Есть несколько её очень ярких интервью, которые она в течение этого времени дала. И даже по этим интервью видно, что есть ощущение абсолютной какой-то разрушенной жизни и человека, находящегося в абсолютном смятении и опадке и непонимании, что делать дальше. Это то, что она вначале говорила в интервью с Екатериной Гордеевой. и я сейчас вижу уже человека как-то не то чтобы смирившегося, но как-то принявшего эту реальность, эти обстоятельства, эту свою жизнь, готового, в общем, к тому, что в этой жизни ей надо бороться за какую-то достойную роль и за достойную жизнь своих детей и собственно. и в этом много я не знаю какой-то стойкости и силы, да, вот она очень стойкий человек и в течение своей жизни она это доказала. И предыдущие жизни, огромные жизни в России с фондом, с ролями, в общем, первая актриса своего поколения, безусловно. Вот, и здесь я видел ее в спектакле «Страна глухих», который поставил Алвис Херманис, это спектакль, точнее, по-латышски это называется «Земля глухих», она играет ту же самую роль, которую играла в фильме Тодоровского, естественно, он взрослет на 30 почти лет и она как бы вспоминает, вспоминает ту свою прошлую жизнь, ту Москву 90-х годов, это был, фактически, ее второй фильм, вторая большая роль, фильм, который не предполагался и не предполагался никакой такой успех, он снимался в каком-то крошечном бюджете и тем не менее вот спустя годы он снова к ней вернулся и вернулся на латышском языке. Она играет на латышском языке. Очень сложно. и она мне сама призналась, что в какой-то момент я забываю, что играю на латышском языке, так как если бы она играла на русском, это какую надо было работу провести, это как надо было выучить этот сложный, повторяю, язык, чтобы начать играть на этом языке. И в этом смысле Чулпан, она всегда была для нас и для вот этого актерского племени неким примером того, как можно. А вот она и сейчас остаётся этим примером, человеком, который преодолевает всё и делает то, что казалось для русской актрисы в общем нереально. Начать играть на сцене не в кино, кино проще. На сцене играть на другом, чужом себе языке. Надо сказать, что у неё на этот счёт был некий опыт, она же играла в начале своей карьеры в Германии и она хорошо знает немецкий, но латышский — это совсем другая история. Вот. Так что я считаю, что нет. И тогда это была такая сила и хрупкость. И сейчас это сила и какая-то хрупкость этой необыкновенной женщины и современниками, которыми мы являемся. Ты назвал её первой актрисой своего поколения. Я совершенно с этим согласен. И в какой-то момент, конечно, она была, на мой взгляд, очень субъективной, очень дилетантской, но тем не менее она была главной, на мой взгляд, актрисой страны, наверное, самой популярной, как я могу оценивать, и, наверное, самой народной, как я могу оценивать. Она звезда в Латвии? Нет. Я думаю, что на самом деле всё, что касается русской культуры и русских звёзд, здесь я не могу сказать, что предвзятые отношения, но оно такое дистанцированное отношение. Есть они и мы. При том, что, безусловно, присутствие Чулпана очень украшает, мне кажется, новый Рижский театр, и, безусловно, её премьеры пользуются абсолютным таким интересом, и вокруг них возникает всегда много всякой полемики и так далее. Но стать звездой латышской, я думаю, ей не удастся и такой задачи и не стоит. Она звезда, на которую идёт публика, которые восхищаются, которые много играют и много востребованы. Но национальная звезда это всё-таки человек, родившийся в Латвии и проживший жизнь в Латыша, на самом деле. Это для маленькой нации, для маленького народа это очень, мне кажется, ваш. Вот. Она всё-таки звезда приехала. Когда я изучал героев твоей книги, напоминаю, что ссылочка на эту книгу в описании к этому видео, я вот раздумывал, кто лишился больше всего. И, наверное, вот я подумал о Чулпан и, конечно, о Максиме Галкине, потому что поступок, я бы сказал, подвиг Максима Галкина, для меня он какой-то невероятный, да, и абсолютно безусловный, потому что Максим, как Чулпан, была главной актрисой своего поколения и страны, так, наверное, Максим Галкин был в какой-то момент, ну, пожалуй, самым известным артистом, телеведущим, мужчиной России, который вел все главные шоу, всех главных телеканалов в прайм-тайм. и вот уйти, всего лишиться с этой позиции, наверное, страшнее и тяжелее всего, когда тебя знает каждый пес уличный, и ты просто лишаешься всего и уезжаешь, все бросаешь. Как тебе кажется, вот для Максима это тоже такая же трагедия, как для Чулпан? То есть, вот масштаб пережитого, как ты бы оценил пережитого им? Ты знаешь, я думаю, что в каждом случае это очень индивидуальная история, и, насколько я понимаю, ни Чулпан, ни Максим слова трагедия, они как-то не произносят и так их дурают. Все-таки они так, в любви, ну, более, как бы, трезво оценивающие и свои переживания, и все, что им пришлось бросить и обрести. Максим уехал с твоей любимой женой, с своими детьми, он, безусловно, обеспеченный человек, он не делает трагедии из того, что с ним случилось, мне кажется, он искрометно и блистательно ведет свои шоу, которые пользуются огромным успехом, действительно то, что может быть является какой-то абсолютным нонсенсом и ужасом и стыдом, и стыдом, это грязь, которая льется на него и на Аллу Пугачеву в течение этих двух с половиной лет, но как бы умные люди, понимающие люди, они же знают, кто за этим стоит и кто за этим стоит, поэтому я думаю, что он наоборот, вот то, о чем мы с тобой говорили в самом начале, вот это чувство своей правоты, оно пересиливает все сожаления по поводу, я не знаю, каких-то звездных позиций на Первом канале или еще каких-то преференций, которые давала ему вот эта репутация самого знаменитого шоумена страны, мне кажется, нет, я общался с ним и я видел его вблизи, это человек очень уверенный в твоей правоте, в твоем выборе, и он остается таким же блистательным артистом, каким он и был, ничего не не убавилось, и я думаю, что опыт только пришел, потому что он держит огромные залы, и он может там, я не знаю, по 15 минут говорить на языке залов, куда он пребывает, в Латвии, где он действительно прекрасно говорил довольно долго по-латышски, я так понимаю, что язык он хочет, или, не знаю, приезжая в другие страны, он всюду старается говорить на языке той страны, где он выступает, поэтому он еще великолепный полиглот, и это только расширяет, мне кажется, его, ну, как бы, возможности, да, творческие какие-то его таланты, они таким образом реализуются, может быть, более полно, ну, да, наверное, это уже не те деньги, не та слава, но тем не менее, быть честным человеком, и совесть не продается, это его слова, на самом деле, он должен быть, и все мы за него очень горды, и, думаю, его великая жена тоже. Вот о великой жене я тоже хотел поговорить, потому что полтора месяца всего прошло после очередного ее юбилея, первого большого юбилея, который никаким образом не отметил Кремль, Аллу Борисовну до этого неизменно награждали, причем все предыдущие президенты, Ельцин, Медведев и Путин это делал, орденами за заслуги перед Отечеством, разной степени, практически все ордена есть, одного не хватает, видимо, было в планах, но вот покинуло. Россия Аллы Борисовна выбрав совесть, выбрав что-то более безусловное, чем просто орден Друг Путина. Но меня поразили масштабы грязи, которые лились в качестве поздравления из всех из уст пропагандистов и отдельно обсуждалось даже, я не знаю, видимо в шаге российский режим остановился от этого награждения ее статусом иностранного агента. Раньше это были ордена за заслуги, а теперь орден иностранного агента. Ну, правда, сегодня, наверное, орден иностранного агента это тоже своего рода орден за заслуги. Алла Пугачева и Россия. Вот так хочу поставить вопрос. Россия Россию научили? Пропагандисты, власть, вот эта грязь с экранов влиющаяся последние два года в адрес Аллы Борисовны, научили ненавидеть Пугачева? Или в глубине души Россия Пугачева все-таки очень любят, потому что Пугачева это и есть Россия, то есть знак равенства между страной и Пугачевой безусловен. Или уже нет? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я живу не в России, но что-то мне подсказывает, что если ты кого-то любишь, то любишь всегда, до последнего. и я думаю, что Россия и русские люди они будут любить всегда Аллы Борисовны, чтобы про нее не говорили самые пропагандисты, как бы они не отравляли этот воздух и произнося ее имя. Ее все равно будут любить. Есть две недели назад как раз был на последнем спектакле «Айсберг», где он не посвящен Пугачеву, он посвящен мифу Пугачеву, где главная героиня, ее зовут Вера, ее исполняет замечательная печатка из Игрия Алк, она, эта пьеса написана Михаилом Дургенком и написана она о том, что главная героиня, она обожает Алла Борисовна, Пугачева, для нее некая скрепа, очень важная вот этого всего мироздания, этого миропорядка. Такая же, как, я не знаю, все эти лозунги нашего детства, там, «Мир умир», «Мир труд май», «Все эти процветания, если бы не было войны», которые мы слышали в Советской Федерации и так далее. Вот этот мир, в этом мире есть еще одно, одна величина, одна единица очень важная, это Алла Пугачева, неизменная и не неизменно присутствующая на всех новогодних этих огоньках, в фильме «Ирония судьбы», где тоже звучит «Ирония судьбы» и так далее. Но вот лишиться этого невозможно, отказаться от этого нельзя. Эти записи и этот голос будет звучать с нами, пока мы живем. Поэтому я не верю, я не верю этим людям, они могут быть обижены за то, что как бы она их бросила, она их оставила вот в этот момент. Но разлюбить ее они никогда не смогут. Российская пропаганда, та самая пропаганда, которая травит Галкина, Пугачеву, Хаматову и прочих героев в твоей книге, постоянно утверждает, что у представителей русской культуры, а я и нас тоже отношу к представителям русской культуры, ничего не получилось у уехавших. Что вот мы уехали, и никому там, говорят они, не нужны. И ничего там создать мы якобы не можем. Я считаю, что можем как раз. И мне-то кажется, что как раз в России, но я не хочу употреблять слово там в отношении России, потому что это моя страна, это мой дом по-прежнему. Хотя он все дальше и дальше, да, и это было в России, это было давно. Утверждает певица Монеточка, и все чаще хочется с ней согласиться, тем не менее, это не там для меня. Так вот там, как будто бы не там, да, в России. У новой культуры ничего не получается. Как будто бы вот воюющая страна, она отсекает вот это вот культурное. Ты говорил про скрепы, вот Пугачева это скрепы, Хаматова это скрепы, Серебренников для определенной категории людей тоже скрепа. А появилась ли какая-то новая скрепа, какие-то яркие представители новой, пусть и промилитаристской культуры в России, у которых получилось, на твой взгляд? Ну, никаких особых подтверждений этого я пока не вижу. Более того, я убежден, что вот на этом пропагандистском фронте родиться что-то подлинное не может. Ну, все-таки я занимался историей и театра, и искусства, и мы можем, так сказать, взглянуть в прошлое и посмотреть, а было ли там что-то такое выдающееся и прекрасное, абсолютно такое идеологизированное и пропагандистское. Ну да, можно вспомнить там, я не знаю, как-нибудь оптимистическую трагедию постановки Александра Таирова, это спектакль 1933 года, ну, по-своему, наверное, был выдающий для своего времени. Я убежден, во-первых, что нынешние процессы и события, они требуют художественного осмысления, и это требует времени. Мы можем вспомнить, например, даже вот из эпохи Великой Отечественной войны, все-таки такие по-настоящему выдающиеся фильмы, книги появились спустя 10-15 лет, да, вот лучший фильм о войне, хотя войны там условно-то немного, и театр «Журавли», это 57-й год. Поэтому времени прошло еще очень мало. А вот то, что касается каких-то этих пропагандистских экзерсисов, мне кажется, всерьез их рассматривать не стоит. И тем не менее, я знаю, я знаю, что, ну, как бы, театр живет, театр живет. Дозин выпускает новые спектакли, недавно у него была премьера палаты номер 6. Я знаю, что потрясающий спектакль поставил Андрей Могучий в спектакле «Холопы». И, в общем, то, что касается вот сферы театра, появился замечательный, то есть он был и раньше, но сейчас он как-то очень себя утвердил, новый режиссер Антон Федоров с потрясающим спектаклем «Булгаку», «Собачьего сердца». То есть есть много каких-то знаков того, что культура сопротивляется, искусство сопротивляется. Оно не способно зиговать и не ощущать при этом своей правоты и правды. Может быть, что-то появится такой выдающийся, о чем мы, безусловно, с тобой узнаем. Но, наверное, думаю, что узнает, но пока ничего не наблюдается на этом. А почему этот вопрос очень многие зрители наши задают в наших эфирах, а почему у советской культуры получалось? Или вот тот советский вакуум, который существовал, эта цензура, которая существовала, они были несравнимо ниже, нежели то, что сегодня в путинской России существует. Если можно оценивать, уровень закрытости, почему тогда советская культура создавала шедевры, а сегодня российская культура не может ничего из себя исторгнуть, кроме пропагандистского зетт-пука, простите? Ну, смотри, все-таки это более такой сложный вопрос, требующий такой анализа. Но если говорить о таких ключевых каких-то моментах, во-первых, если мы берем такие фигуры, как Мир Холь, Эйзенштейн, Таиров, Зигавертов, все-таки эти люди при всей разности их систем художественных, в которых они существовали и которых они проповедовали своих сцен и с экранов, они были людьми идей, они в эту идею верили, они верили в идею какого-то более справедливого общества, где у всех равные возможности, где у всех есть доступ к этой самой культуре, надо сказать, что билеты тогда в театры и вообще на эти зрелища стоят рисующие копейки по сравнению с нынешними цены, они верили в то, что они строят это новое общество. Вот эти художники, мы знаем финалы их, по большей части, они очень горькие и страшные, но тем не менее они служили идее. Чему служат эти люди, которые сейчас зигают и все время повторяют про эту самую свою любовь к России, непонятно. Сформулировать они это в общем не могут. Ну, какие-то традиционные ценности, которые они отстаивают, еще что-то. Ну, это должна быть какая-то более мятная полемика, я не могу говорить просто пустоту. И тем не менее, если говорить о искусстве, скажем, 20-х годов, 30-х, начало 30-х годов, да, оно было по-своему выдающимся искусством, но во многом оно питалось вот этой энергией революции, смены век, смены строя, смены цивилизации. Это был абсолютно новый подход к искусству в основе которой было справедливое общество, где все равны и где все строят прекрасное новое будущее. Сейчас я этого не наблюдаю. Второй момент еще очень важный. Дело в том, что классическое искусство, в какой-то момент классические, какая модель искусства, была взята за основу специально были более традиционные вкусы, поэтому он всячески как-то проповедовал и настаивал о том, что это должна быть такая высокая классика. Тогда еще живы были люди, которые могли учить этим классическим образцам, я имею в виду балет, я имею в виду оперу. Это все достаточно щедро финансировалось государством, поэтому вот эти образцы такого великого искусства, искусства Галины Улановой или балеты Лавровского или еще там что-то, это все как бы такое другое немножко направление, тем не менее тоже работавшее на миф о великой стране. Этого тоже сейчас не наблюдается и этого тоже не видно, но, конечно, можно привести в пример какие-то премьеры Валерия Гергиева, но это все-таки, конечно, не сопоставимый уровень с тем, что было в те времена. Те люди, которые сегодня олицетворяют Россию, по их мнению, они говорят нам «мы Россия, а вы не Россия». Как тебе кажется, что Россия это все-таки мы, это герои твоей книги, это мы с тобой? Или это Захар Пролепин и прочие товарищи, которые забрали себе право на Россию? Да. Ты знаешь, нет, конечно, мы Россия, мы говорим на русском языке, мы связаны с русской культурой, мы работаем на эту всю жизнь, фактически, на эту русскую культуру, поэтому мы с не меньшими основаниями, чем все вышеперечисленные господа, можем говорить о том, что мы Россия, и я так от себя ощущаем. Другое дело, что мне сейчас очень стыдно за то, что происходит, и это такое жгучее русство, которое порой не дает себе дышать за то, что происходит в моей стране, в моей стране. Но, тем не менее, естественно, я не могу сказать, что я латыш, или там еще кто-то. Нет, здесь меня русский. Спасибо тебе за то, что ты с нами спасаешь в нас право на Россию и будем вместе это право каким-то образом сохранять в себе и в наших зрителях. Спасибо Сергею Николаевичу, журналисту, писателю, публицисту, культурологу, не знаю, историку театра и так далее, и так далее, за то, что был сегодня гостем программы «Вдох-выдох» и до самых скорых встреч. Спасибо и вам, что были с нами в последний час. С вами был Ренат Дворит-Гильдеев, Ходорковский лайф, программа «Вдох-выдох». Поставьте лайк, подпишитесь, если не подписаны, почитайте, вообще читайте, во-первых, книги, и пусть одной из книг, которую вы читаете, будет книгой Сергея Николаевича, нашего сегодняшнего гостя. До самых скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова